Итоги уходящего четверга подбудут наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Гайд по поступлению. Городские колледжи готовятся принять абитуриентов. Каждый официант должен уметь правильно сервировать стол. Кем стать? Ваш сын попал в аварию. Правоохранители задержали курьера телефонных мошенников. Не стоит поддерживать подобный диалог по телефону с незнакомыми и поддаваться эмоциям. К чему приводят легкие деньги. Вдох-выдох. В Бобруйске открылся учебный центр по оказанию первой медицинской помощи. Наполнить его необходимой учебной и методической базой. Как остановить артериальное кровотечение? А также военная безопасность, ближний свет и штормовая пятница. Синоптики предупреждают о сильном ветре. Что еще в прогнозе? Пока без горячей войны. Президент провел совещание по вопросам обеспечения военной безопасности. Александр Лукашенко подчеркнул, одна из необходимых для обсуждения тем – корректировка направлений дальнейшего развития вооруженных сил в современных условиях. Глава государства отметил, у США и России происходит горячее противостояние. Из-за этого нарастают военные присутствия вблизи границ Беларуси. Давление продолжат оказывать и через Польшу, Литву, Латвию. Там будут дислоцироваться войска НАТО, уверен главнокомандующий. По замыслу Америки, Европа и НАТО вступили в глобальное противостояние с Россией. В этой борьбе Беларуси предстоит столкнуться с беспрецедентным и длительным экономическим, политическим и даже военным давлением. Давно-давно, я уже несколько лет назад об этом говорил, наша беда в том, что Господь нас расположил в центре фактически Евразии, европейского континента. И что бы здесь ни происходило, всегда на территории Беларуси сталкиваются интересы. Основные интересы крупных игроков. Вот так оно и происходит. Слава Богу, что пока, и дай Бог, чтобы, еще раз повторяю, этого не было, пока без военного противостояния, без горячей войны. В Беларуси извлекли уроки в части развития и оснащения своих войск, проинформировал министр обороны. Эта работа будет вестись по нескольким направлениям. Но главное, отметил Виктор Хренин, вооруженные силы в нашей стране не инструмент ведения войны, а инструмент ее недопущения. Поверили на слово. В Бабруйске содержан курьер, который выманивал деньги у пенсионеров. Им оказался 27-летний житель Гомеля. Объявление о подработке он обнаружил в одном из телеграм-каналов. Там обещали высокий заработок. За один день мужчина посетил несколько адресов. Забрал у пожилых 12 тысяч долларов и 3 тысячи белорусских рублей. Сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят гражданам с требованием передать какие-либо деньги. Не стоит поддерживать подобный диалог по телефону с незнакомыми и поддаваться эмоциям. Будьте бдительны и благоразумны. Пожилым, как правило, звонят на стационарные и сообщают, что их родственник попал в аварию. Помочь в опросе лжеправоохранители предлагают за деньги. За неполные два месяца в стране заведено более 200 уголовных дел. Задержано порядка 70 аферистов. Жуликам пенсионеры уже отдали более 3 миллионов рублей. Украинские медики, безопасный отдых и летний тариф. В Беларуси с июня вводится новая цена на отопление, подогрев воды, газ и электричество. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Для тех, у кого дома стоят газовые котлы. Нововведение позволит потребителям не отслеживать даты и начало окончания топительного периода. В стране проходит акция «Внимание, дети!». Автомобили до 5 июня в светлое время суток должны передвигаться с включенным ближним светом фар. Штраф за нарушение – до 96 рублей. ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными. Уплите детских учреждений, проезды нерегулируемых пешеходных переходов, остановок транспорта и во дворах. Милиция напоминает о правилах поведения в преддверии летнего сезона. Закупание в запрещенном месте грозит штраф до 96 рублей. Заражигание костров до 384. Распитие алкогольных напитков помимо взыскания может дойти до административного ареста или общественных работ. В Беларуси на пятницу объявлен оранжевый уровень опасности. В прогнозе сильный ветер. Порывы достигнут 20 метров в секунду. На большей части территории пройдут дожди. В дневные часы в отдельных районах ожидаются грузы. Днем столбик термометра максимально поднимется до 19, выше нуля. От искусственного дыхания до артериального кровотечения. В Бобруйске под эгидой Красного Креста открылся учебный центр по оказанию первой помощи. Инструкторы готовы научить базовым навыкам, как делать искусственное дыхание, останавливать кровотечение и обрабатывать раны. В помощь специальное оборудование. Бесплатный курс разработан с учетом евростандарта и рассчитан на 16 часов. Благодаря общим усилиям и Красного Креста, и органов исполнительной власти, и наших уважаемых спонсоров, у нас появилась возможность получить вот это прекрасное помещение, сделать необходимый ремонт, ну и наполнить его необходимой учебной и методической базой. Мы проводим обучение и в школе, и в трудовых коллективах. Очень много предприятий и организаций, которые приглашают нас. И это были выездные обучения. После прохождения курса выдадут сертификат. Полученные навыки помогут оперативно и, главное, правильно среагировать в экстренных ситуациях. Записаться в центр можно по телефону, который вы видите на экране. Или же обратиться по адресу Орджоникидзе, 54. Кем стать? Бобруйские колледжи готовятся принимать абитуриентов. Вступительная кампания начнется уже в середине июня. Для тех, кто еще не успел определиться, проводят профориентационные встречи. Каталог профессии полистала Карина Гуревич. Летчик, врач, балерина или кинозвезда. Каждый ребенок хоть раз представлял, кем хочет стать, когда вырастет. Но когда наступает взрослая жизнь, все оказывается не так-то просто. К счастью, бобруйские колледжи решили проблему. Торгово-экономически прямо на мастер-классе помогает абитуриентам погрузиться в профессию и сделать свой выбор осознанно. Каждый официант должен уметь правильно сервировать стол. Сначала выставляют тарелки. Вилки слева, ножи справа. Между приборами обязательно полсантиметра. Затем фужеры, бокалы и лишь в самом конце салфетка. Предлагают здесь такие специальности, как продавец, повар и кондитер. Отбор проходит по конкурсу среднего балла. Прием документов начнется уже с 15 июня. Для тех, кто готов продолжить обучение, есть возможность получить диплом товароведа. В целом же колледж создает все условия, чтобы учащиеся развивались в любой полюбившейся им сфере. От конкурсов профессионального мастерства до тематических дней. После окна показали, как правильно держать нож, руки, как правильно двигать рукой. Я думаю, вау, ничего себе. Тем временем аграрно-экономически возобновляет обучение на техника-сантехника. Сейчас предприятия города имеют потребность в таких специалистах. На выбор абитуриентам также бухгалтер, строитель и программист. Поступать можно как после 9, так и 11 классов. Плюс иногородним ребятам предоставляют общежитие недалеко от колледжа. Подать документы можно с 20 июля. Все, кто закончили колледж, имеют возможность поступить на сокращенную форму получения образования в высшее учебное заведение. В любые по родственной специальности. У нас множество секций, множество кружков, творческих объединений. Поэтому ребята очень активно занимаются спортом, в вокальных группах, в танцевальных коллективах. Колледж Ларина обучает на изготовителя изделий из керамики, резчика по дереву и бересте, художественного оформителя, стойлера, техника-технолога и даже воспитателя детского сада. Программу внедряют современные методы, а на выходе получаются специалисты широкого профиля с актуальным набором навыков. Учили, с чем связаны некоторые реакции детей, которые раньше не были понятны. После того, как прошел курс психологии, это уже оправдано. То есть мы понимаем, чем это вызвано, как с этим работать и какие меры предпринять для того, чтобы этого не происходило. До конца учебного года остаются считанные дни. Уже 30 мая прозвенит последний звонок. «Прощай, школа!» – скажут почти тысячи одиннадцатиклассников города. Торжество начнется в 14 часов на площади Победы. Ребят поздравят творческие коллективы. После традиционная праздничная колонна прошествует до площади Ленина. А уже 10 июня по всей стране пройдут выпускные вечера. 150 тысяч мальчиков и девочек встретят свой самый важный рассвет. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. О музыке нужно писать нотами. В Бобруйске прошел отчетный концерт детских школ искусств. На сцене творческие коллективы, солисты и стипендиаты специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи. Ребята представили на суд зрителя 44 номера в нескольких блоках. Народные, военные, классические и музыка на все времена. Это событие очень важное для наших школ, поскольку все учащиеся имеют возможность выйти на эту прекрасную сцену и подарить свое творчество родителям и зрителям города Бобруйска. Целый год школы трудятся, приобретая какие-то навыки, умения, развиваются наши ребята. И вот это своего рода такой творческий отчет, который может вот это все саккумулировать. Больше полтысячи ребят в этот день покорили зрителям, в том числе и изобразительным творчеством. В целом же детские школы искусства занимают важную нишу воспитания талантливых бобручан и становления личности будущих звезд. Это все из событий. Ко этой минуте смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА